Девушки отдыхают На улице уже похолодало, а меня еще никто не согрел, и поэтому я здесь, а со мной мои подруги Анастасия и Ольга. Анастасия, 23 года. Три года она верила своему возлюбленному и не догадывалась, что он вор и проходимец. Анастасия менеджер в строительной компании. Гордится тем, что с 14 лет сама себя обеспечивает. Занимается лепкой из глины, фотографирует, катается на лошадях и любит красиво одеваться. Мечтает о большом доме. Анастасия не потерпит рядом с собой скупого олигарха с карими глазами. Выйдет замуж за образованного мужчину, которому захочет родить двух дочек и двух сыновей. Настя, неужели не заметили, что под маской романтичного героя прячется просто урод абсолютно? Расскажите, где вы с ним познакомились? Мы познакомились в парке, совершенно непринужденной обстановке. Я в этот вечер, как говорится, когда не ждешь, вот оно тогда и случается. Просто подошел, познакомился? Просто подошел, познакомился. Увидел меня издалека. Я была совершенно с другой компанией, с друзьями, со своими подругами. Он подошел ко мне издалека, сказал, что ты мне сразу понравилась, и я хочу с тобой познакомиться. Причем я совершенно никакого внимания ему не подавала, он мне не понравился, с первого взгляда. Чем? Вот все говорят, психологи, слушайте себя. Вы знаете, что 90% преступлений не случилось бы, если бы жертвы не шли на поводу, как кролики у змей за ними, не случилось бы. Потому что наша интуиция, наше сердце всегда подсказывает. И вы, дитя, пошли за этим человеком. На какой день побежали, на какой день познакомились с своими родителями? Спустя полгода. Полгода? А полгода что в ваших отношениях происходило? Мне казалось, что я была счастлива первые полгода и даже первый год. Чем? Вот просто расскажите, где вы встречались? Мы достаточно быстро стали жить вместе. Где? Мы стали жить у него. Мне нравится. Мне нравится. И платье удачно подобрано. Прям мой синий цвет любимый. Вы работали, учились? Я работала. А молодой человек чем занимался? Сколько ему было лет? Ему было 27. Он был старше меня на 6, почти 7 лет. Это не важно. Понятно, что он был у вас старше. Чем он занимался? Мне он сказал, что он работает в таможне, что у него все прекрасно, что у него замечательное образование выше. Что он достаточно хорошо зарабатывает. То есть вы утром уходили на работу? Я уходила вместе с ним. Он меня, бывало, довозил до работы и ехал сам на работу. Хорошо. Когда начались звоночки? Когда вас стало не просто смущать, а вы стали потихонечку обалдевать от того, что происходит? У меня пропадали какие-то деньги из кошелька, из верхней одежды. То, что я там могла случайно оставить. То есть я это спускала на нет. Я думала, ну мы живем одной семьей. У нас общий бюджет. Я думала только на него. Всегда думали на него? Да, я понимала, что это он. Я уже была настолько в него влюблена, что... За что? Он делает все для того, чтобы я чувствовала себя самой прекрасной. Я была действительно самой прекрасной. Потому что он мне это говорил каждый день. Вы знаете, я вам верю. У нас на курсе был такой Александр. Я не боюсь даже назвать его имя. Из Твери. У нас с первого курса пропадали деньги. Притом так, родители присылают, допустим, 40 рублей. 30 пропадает из паспорта, 10 остается. И ты думаешь, ну если бы украли, наверное, украли бы все. Куда я делал? Понимаете? И все время все сходили с ума, все перессорились, друг на друга думали. Это было невозможно. Он был отличник. Он всем помогал. У меня были проблемы по сцене движения, по фехтованию. Он со мной оставался, и он просто так помогал. И уже на четвертом курсе просто его поймали за руку. Из благополучной семьи в Твере. Мать была директором пивзавода при деньгах, в отличие от нас. Отличник, абсолютно благостное лицо, вот просто... Криптоман? Ну, какая странная криптоман. Потом, конечно, когда делали обыск, у него все паспорта нашли дома. Страшная была история. Все перессорились. А я не поняла, он обеспеченный был? Нет, я говорю, за что? За что любили? За то, что... Нет, я очень быстро поняла, что... Никакой таможены нет. Что там ничего нет. Что за этим ничего не стоит. Почему ноги в руки и не убежали? Объясните. Потому что я никогда не бежала за благосостоянием своего мужчины. Скажите, а как вам в голову могло прийти, вы же потом его к себе домой привели, вы же переехали к вашим родителям. А ваши родители, они были слепоглухонемые? Я очень хорошо скрывала, что он за человек. Маме... Мама видела, как меня любят. Что, собственно, хочет любая другая мама. Она видела его отношение ко мне. Когда я замечала, что у меня что-то пропадает, естественно, это оставалось только между нами. Я могла, в принципе, ему ничего об этом не сказать. Вы его покрывали все время. И даже когда у мамы пять тысяч исчезли, вы сделали так, что, в общем-то... Да. За что я себя очень ругаю, потому что... Отчасти я была соучастницей, потому что я не издала его. Конечно, соучастницей. Я не издала его. Я не могла. Вот вы из-за своих инстинктов, из-за своей вот такой вот как будто бы любовью... Это еще слава богу, что вы не стали его соучастницей в каком-то действительно деле. Не стояли там на шухере. А что, могла бы? Конечно. А как становятся преступницами? Им же внушают, убивают в голову... Постепенно шаг за шагом. Любовь, и вас так расклевают таким образом. А когда в одной компании ваша подруга вдруг заикнулась, что хочет хорошую машину? Да, это был первый раз, когда я, в принципе, узнала, что он не работает. Я узнала, что никакого образования у этого человека нет. И когда все это раскрылось, значит, мы были в одной компании, и моя подруга заикнулась о том, что ей хочется машину. То есть он как бы занимается машинами, была такая легенда. И, соответственно, она попросила его каким-то образом ей помочь с машиной. Он, конечно, вызвался помогать. И он у нее взял 100 тысяч авансов. 100 тысяч под расписку, причем с паспортом, с копией паспорта. И буквально на следующий день вдруг цветы на работу, подарки. Каждый день все сотрудники думали, что вот мне сделают предложение. Техника вдруг в доме стала появляться. И вы это, надеюсь, связали? Конечно. А вы понимаете, что вы соучастница, а вы поставили свою подругу. Ну, хорошо, у вас ума хватило взять кредит и отдать эти деньги своей подруге. Я не знала, куда они уходят. Я не знала, на что он берет. Как это кредит взять? А зачем? Да, чтобы покрыть его. Чтобы покрыть его. А так любила. Да, я не знала, что у него не стоит цели пригнать машину. Я свято верила, что действительно он берет на это деньги, что он ей поможет. Боже, я не представляю, как такая вот может быть слепая любовь. А теперь я понимаю, как девчонки вот на малолетке, в колонии, которые ради своего мужчины идут на преступление. Детей бросают. Да что ты, такое случается. Но вы и соучастницы, в общем-то, превратились в жертву. Да, можно так сказать. А как одумались? Вот что стало последней каплей? Я, значит, задаю ему вопрос, куда делись деньги, откуда все это, где машина, прошло три недели, ты обещала, это первоначальный взнос, где все, почему ты обманываешь мою подругу, где все это. И, соответственно, тогда я обращалась к его отцу, когда уже невозможно было ничего от него выпытать. Он мне рассказал, что там ничего, нигде он там не учится и не работает, никогда он там и не работал. А у вас как, что был номер телефона отца? Да, мы поддерживали, мы периодически приезжали к нему в дом, я общалась замечательно и с его отцом. Нет, замечательный отец, потому что девчонку вообще дать-то. Нет, а мать сразу сказала, он всегда был таким. Да, она сказала мне это, когда он однажды пропал на три дня, я просидела дома вместе с его мамой, все выходные мы ждали. То есть он не был наркоманом? Нет, он не был наркоманом. Он не был наркоманом, он играл. Игрок? Да, он играл. Либо наркоман, либо игрок. Там он и пропадал три дня. Где-то там в детстве проронила, услышала, что все негодяи, мужики, все козлы, да. И она бум в голове упала, сама не думала о том, что притянула такого. Да, и мать сказала, Настя, не надейся ни на что, наверное, да? Она мне просто сказала, как есть, но она сказала, ты замечательная девушка. Она сказала, что у него, ну, такой девушки не было. Она боялась меня напугать, то есть она хотела, чтобы я осталась. А не сказала, беги от него? Нет, не сказала. И отец не сказал. Нет, не сказала. Прекрасные родители. Ну, нет, глупо в том, что она позволяла ему, то есть она знала, что берет он, больше брать некому денег из кошелька, из кармана. Но это такая, знаешь, стандартная. Со мной он станет другим. Сейчас еще чуть-чуть и со мной станет другим. Ну, Паш... Ну, такой идиотизм легкий. Ну, я бы не сказала, я бы не сказала, что идиотизм. Может, он с ней спал хорошо. Всякий раз, когда... Вы собирали чемодан? Когда я собирала чемодан после того, как я его, значит, ловила на лжи. Я собираю чемодан. Сначала не уходи, любимая, прости, пожалуйста. Я люблю тебя, больше тебя... Никто так не полюбит, как я. Я люблю тебя больше всех. Я в это верила. Я верила, что меня действительно больше так никто не сможет любить, потому что он показывал мне всю свою страсть. Или на подоконник. Да, бросал цветы со второго этажа. Все это было. Да, дорогая. Все это было. Сегодня вам 23 года. Вы выглядите на 30, потому что опыт никуда не деть этот. Но винить некого. Вас родители не выгоняли из дома. Вы не детдомовская, не интернатовская. А вот, кстати, непонятно. Выгонять-то не выгоняли. А еще это вы с 14 лет работаете. Это что такое? У нас большая семья. Большая это сколько? У нас четверо детей. Понятно. И мои сестры начали работать в свое время, когда это уже можно было. Я посмотрела на них. Мне показалось, что я тоже хочу иметь что-то свое. Меня никто никогда не заставлял работать. Мама, более того, говорила, тебе надо учиться. Я сказала, что мне это мешать не будет. И действительно, я никак не мешала. Я работала по выходным. Если моя девочка в 14 лет захочет карманные деньги и скажет, мне это не помешает, у меня ремень, она знает, где висит. Понимаете? Поэтому это, конечно, что это значит? Ну, у всех разная ситуация экономическая, скажем так. Я же тебе говорю, что она серия лидеров такая, самостоятельная. Так что, знаешь, я думаю, серьезный парень, серьезный. Так что вот эти лидеры убираем. Готовилась в программе, читала вашу историю. И мысль такая пришла. Вообще в сорену жен использовали по многим показателям. Я даже специально в интернет влезла и себе выписала пару, даже не пару-тройку, а несколько таких пословиц, в качестве кого использовала жена. Ну, помимо того, что она там и дома охраняла, и готовила. Кстати, а вы прошли все эти уровни. Прямо вот с одним этим вашим женихом. Вас использовали как средство от пожара тушения, в горящую избу, которая войдет. Кстати, как галлюциноген. Баба бредит, черт ей верит. Это вот как раз вы были в этом качестве. Пластырь. Жена не лапает, с ноги не сбросит. Лошадиный тормоз. Кстати, коня на скаку. А вы не только коня, вы ног чё останавливались. Ну и облегчитель кобыл. Баба с возу кобылей легче. Может, он еще и перекрестился, что от вас уже отвязался. Какой ужас. Да, вот такая вещь. Представляешь, девчонка молодая, все это прошло. А чё, я что ли придумала? Это чё вы на меня смотрите? Я бы, наоборот, ей вот такую бы пословицу пожелала бы в будущем муже. С милым и рэв шалаше, и чтобы мило было аташе. Надеюсь, что сегодня, ну хоть приближенный вариант к этому аташе, ну к богатому я имею в виду. А то прямо, ну хотелось бы хоть, чтобы отдохнули, выдохнули. Настя, как вашему бывшему мужчине нужно было лечиться, не знаю, это была клептомания, воровство, это болезнь, это психическое заболевание. Да, согласна. Так, заболевание, женщина-жертва. Вам тоже нужно обратиться к психологу. Поверьте мне, вы с первого дня понимали, что неладное, но зависимость от мужчины, от подонка, это тоже болезненно. Потому что мы не должны идти на поводу своих инстинктов, поэтому я вам хочу сегодня пожелать хорошего парня, честного. Деньги – это хорошо в виде бонуса. Но поверьте мне, в 23 года, это в старости нужны большие деньги, в молодости без денег же переживается легко. Хорошего парня, я его увижу. Нет, хорошего парня. Да, на самом деле, мило. Тебе, правда, понравилось? Да. Хорошо. Вы не любительница страдать, вы не из тех, кто любит страдануть, но вы немножко играли в эту ситуацию. Вы должны сказать себе честно. Вы внутри себя с замиранием души, с вашим ураном восходящим и с вашим водолеем где-то играли в это и хотели узнать, чем все это закончится. Вы понимали, что вы идете к краю, но вы испытывали судьбу тоже. Я рада, что это рано или поздно завершилось, пускай даже с таким напряжением, с такими неприятными ситуациями, но не играйте больше, пожалуйста. Вы человек особенный, чувствуете свою какую-то такую особенную уникальность, и вам казалось, что эта ситуация вас так выпукло показывает, как особенного человека. Я вам желаю мужчину, который примет вас как особенную, будет вас нахваливать так же, как и он, любить, который скажет, ты одна такая, другой такой нет. Действительно, вам важно, чтобы это подчеркнули, но при этом пусть это будет неразрушительным способом для вас. На самом деле, она просто хотела финал, что из этого выйдет. Она не могла человека отпустить до тех пор, пока он ей конкретно уже не насолит. После рекламы женихи проявят свои лучшие качества. Оцените вместе с нами. Вы смотрите «Давай поженимся» у нас в гостях Анастасии. Идите и встречайте первого жениха. Привет, Анастасия. Я Павел. Сразу хочу сказать, не надо всех мужчин под одну гребенку. Людям надо верить и верить до конца. Спасибо. Очень приятно, Павел. Взаимно. Он будет тебе составить конкуренцию, как ты думаешь? Нет, абсолютно не заставит конкуренции. Ну, мне в нем, кажется, романтизма мало. Здравствуйте, Павел. Здравствуйте. С кем вы? Это мой лучший друг Данил, а это подруга моей семьи София. Очень приятно. Давайте на вас посмотрим и узнаем вас получше. Павел. 26 лет. Менеджер по продаже строительных материалов. Мечтает быть лучшим в своем деле. Увлечен классическим боксом, осваивает мотоспорт и летает в аэродинамической трубе. Признается, что бывает чересчур импульсивным. После того, как Павел попал в беду, его возлюбленное изменило свое отношение к нему, а он изменил свое отношение к жизни. Надеется, что Анастасия примет его таким, какой он есть. Павел, дорогой, а что с вами произошло, что вы изменили свое отношение к жизни? Я получил травму руки на тренировке. Пришел домой, выпил обезболивающее, потому что спать было тяжело. Ну и отравился, и мы уснул на руке на правой, на 12 часов. Хотите поржать? Короче, у одной артистки брат любит выпить очень. Она известная и преизвестная. И он вот этого кабенивался, поза лотоса, и что-то он себе закрутил так руки, и уснул. Приходит его сестра, а он спит уже часов 8. И его на носилках, вот в этом позе лотоса, представляешь, как у него все это... Вы носили в больницу, его в скорую поведли, да? Ну, конечно, ему невозможно, поэтому рука это фигня вся. И вот вы несчастный, значит, отравившись еще плюс ко всему. Почему я не несчастный? Нет, ну вот в тот момент уснули на руке. Да, до травмы руки правой я весил около 98 килограмм мышечной массы. И, по сути, я передавил в правой руке, из возможных трех нервов я передавил в три. А девушка в это время вас почему-то снимала на видео. Что такого у вас в сонном в это время было, чтобы вместо того, чтобы взять, как-то вас, ну не знаю, переложить... Разбудить. Разбудить там. Выйти на цыпочках, чтобы там не будить наоборот, ну как вариант. Нет, разбудить наоборот надо было. Ну а нет, она смотрела, как я там корчился, да, корчился, стонал, а после того же... А зачем? Может, она не понимала просто. Наверное, я не знаю. Честно. Садистка, наверное. Хорошо. И вот когда вы проснулись, наконец, через 100 часов... Я не проснулся. Получилось, у меня к утру, как раз прошло 12 часов, правая рука стала, чтобы вы понимали, по толщине как батон докторской колбасы. Мой золотой. И меня просто в реанимацию... А она же рядом была, идиотка. Она что, не видела? Ну, когда совсем уже было так, что понятно было, что, скорее всего, дело идет в том, что я могу не выжить, она вызвала скорую. Мне кажется, она же не знала, что там у него с рукой. Он в тренировки пришел, да. А родные и близкие рядом были в это время? Я родился не в Москве. Родители у меня живут в городе Кемерово. А брата старшего, к сожалению, не было рядом. Он за город, за рубеж уехал по работе. Вот смотрите, вот вы из Москвы восстанавливаться поехали в Кемерово. Да, у меня отец хирург у меня на дому выхожил. А девушка осталась в Москве, да? Да, да. Через сколько вы вернулись в Москву? Через два месяца. Через два месяца в общую площадь, где вы с ней, да? Да, да. То есть вы продолжали быть парой? Ну, собственно, да, конечно. И она что? Как к вам стало относиться? Потому что я был... Первых две недели были идеальные отношения. То есть она... То есть мы везде вместе. Она меня как собаку выгуливала каждый вечер. Вот. А потом что произошло? А потом нет, она стала общаться с подругами. И там куда-то уходить. Там я пойду с подругами. А я в силу того, что я там не мог там. Потому что я... Конечно, из-за 95-килограммового красавца, спортсмена... Я уже тогда весил не 98. Нет. Я за две недели... Нет. Когда начиналось-то у вас все это? Да. Когда это... Вдруг появилась такая тревога, что вы можете стать инвалидом просто. Причем у меня было на тот момент, когда мы познакомились, у меня была неплохая карьера. Я был управляющим небольшой компанией. Вот. Ну, а потом в один прекрасный момент я потерял абсолютно... По ее вине, кстати, она была рядом с вами. Это еще, слава богу, хватило ума вызвать скорую. Вы могли просто сейчас с нами не сидеть здесь. Ну, все произошло, как произошло. Как это важно, кто рядом с тобой живет. Как это важно. А сейчас объясню, почему она снимала на телефон. Знаешь, вот бывает, кошка или ребенок ляжет, интересно, ты раз его снял, вот этот момент, не из-за того, что ты помочь. Так и ей было смешно. Она не могла понять, что ему больно, что это потом вот так может вылиться. Ну, и что, она собрала вещи и ушла? Нет, начали ругаться. То есть я пытался донести, что ты не понимаешь, что мне может быть сейчас нужнее. Меня не было два месяца. Целых два месяца ты могла общаться с кем хочешь. Я понимал, что тебе плохо одной там и все. Но сейчас мне нужна поддержка. Меня обозвали неблагодарным. Как же она же вам припомнила, что она вам приносила там сосиску в больницу. И сидела с вами. Аж несколько раз. Ну, вы знаете, я воспитан так, что когда твоему близкому человеку плохо, это не подвиг, это так и должно быть. Конечно, коней это норма. Тем более, еще раз говорю, это ее вина. Причем, допустим, куда-то, ты говоришь, ну ты же не можешь ходить. Ну, там действительно, мне нужно было разрабатывать гимнастика для мелкой моторики рук. Там, то есть, и так далее. Потому что мне, честно, отец сказал, что не будешь разрабатывать, всю жизнь будешь ходить с такой рукой. Она ушла? Нет, произошла ссора, мы надоело, что мы постоянно ругаемся. Позвонил старшему брату, сказал, позвонил, сказал, можно я у тебя поживу? Ну... Вы там прописаны так на минуточку? Ну, прописаны. Ну, не важно, брат, конечно, сказал, конечно, можно. Да, конечно, можно, да, он говорит, там, сколько тебе нужно собрать за вещь, я говорю, чем раньше, тем лучше. В Москве, да, брат? Да. А сейчас где живете? С ним же, с родственниками. Ну, слава богу. Настя, тут хороший парень сидит. Знаете, вот в начале самой программы вы мне сказали, что я также порой окажусь жертвой. То есть, вот в данном случае, не буду ли я жертвой, если наши сердца с Павлом в какой-то момент сойдутся, то есть, мне хочется его пожалеть сейчас. Если честно, всю его историю, я его понимаю, мне жаль, очень жаль, что как получилось у тебя. А у русских испокон века было «жалею и люблю» — это синонимы? Да, но у меня так же было, я так же пожалела. Вора, и вруна, и лгуна. А здесь у человека произошло такое несчастье просто. На время, на время. Руку разработают молодой, 26 лет, здоровый, красивый. Мне кажется, помимо этого он еще слаб. Не просто жертва слабая, жертва. Ну, нет, ну да, он внешне-внешне, он крепкий парень. Он скрывает как-нибудь, кажется. Да, это как-то там пытаться, да. А там какая-то слабость, которую он боится. А сюрприз? Не отпустим без сюрприза. Ну, пойдемте. Ну, Анастасия, я приготовил вам торт в форме кирпича. Всего того, что у нас схожие с вами сферы занятости, мне помогал мой друг в этом. Известно, что кирпич — это один из самых древних строительных материалов. И постройки, сделанные из этого материала, они стоят многие столетия. Так пусть этот кирпич будет первым вкладом в нашу большую постройку в виде отношений. Пусть будет. Пожалуйста. Я не против. Вы мне помажете? Да, конечно. Девушки, кирпичи ты как-то... Да, 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 кирпич. Это называется «догони меня кирпич». Кидаю, больше не играю. Так много, не пожалел. Уже от нас плохое чувство. Очень вкусно. Спасибо. Спасибо большое. Могли бы и нас угостить. Ну что, Паша? Хорошенько, приятный. Я же тебе говорила. Что скажете? Не облизывайтесь, мы сейчас вас тоже угостим этим кирпичиком. Очень понравился мне Павел. Он очень общительный видом. И мне нравится, что он очень позитивный. Нет, но она придирчиво так смотрела на тебя. Соглашусь, да, соглашусь. Он мне показался немного, конечно, застенчивым. Но я думаю, что они, в принципе, смотрелись бы неплохо вместе. Хорошая бы пара получилась. Анастасия? Павел, действительно, он мне показался очень добрым. Это видно невооруженным глазом. Я думаю, что все это заметили. Он движался мужчиной. Он смотрел мне в глаза и давал мне понять, успокойся. Все замечательно, все прекрасно. И не обвинил свою бывшую. Я несколько раз сказала, так она виновата по ее вине. Видите, а он заступился. Говорит, нет. Еще Павел сказал, наверное, никто не слышал. Очень грамотный совет мне дал, что не стоит всех мужчин под одну гребенку грести. Я обязательно обрету свое счастье. Роза? Ой, на себе знаю. Плохой муж горше смерти, как говорится. А вот на Пашенку-то смотрела, думаю, какой молодец. И, может, и особых-то и заслуг-то нет. А я бы и в разведку с таким бы, и дочи такого пожелала бы. Не пропустите. Ты правильно, хорошо держался. Да, молодец. Конечно, в гороскопе оппозиция Марса-Сатурна, еще и того квадратной Луны, он дает травматизм достаточно часто. К сожалению, он был к этому предрасположен. То есть, эта ситуация была судьбоносной, она должна была произойти рано или поздно. Но эта же оппозиция Марса-Сатурна дает мужчине, во-первых, трудолюбие, готовность биться с судьбой самой, умение принимать удары этой судьбы достойно. Он всегда останется таким бойцом. Он очень трудолюбивый, и он не просто будет разрабатывать все, что необходимо. Я думаю, что он и зарабатывать будет всегда прекрасно. То есть, он действительно боец, и таким всегда останется. Через несколько минут вы станете свидетелями нового знакомства. Не пропустите. Давай поженимся теперь в вашем мобильном. Наберите 0736. Роза и Василиса дадут вам совет в любое время. В эфире «Давай поженимся» у нас студия Анастасии. Встречайте второго жениха. Здравствуйте, Настя. Меня зовут Геннадий. И в знак знакомства я бы хотел вам свое произведение, одно из своих произведений подарить. Это история о настоящих мужчинах. Я думаю, эта история вдохновит вас, и вы поверите, что они есть. Спасибо. Проходите. Ест только обезжиренный творог и обезжиренные продукты. Весь такой диетичный, весь правильный такой. На себя любят. С кем вы пришли? Я пришел со своими друзьями. Надежда и Игорь. Очень приятно. Давайте на вас посмотрим, узнаем вас получше. Геннадий, 37 лет. В прошлом сотрудник спецназа. Участвовал в специальной операции по освобождению заложников в театральном центре на Дубровке. Имеет пять боевых наград. После увольнения ушел в сферу кинопроизводства как военный консультант, каскадер, актер и сценарист. Гордится офицерским корпусом. Геннадий чаще бывал на службе, чем в семье. Поэтому развод не стал для него неожиданностью. Надеется, что Анастасия оценит его по достоинству. Да, Геннадий, у вас такие регалии, столько наград. Я никогда в жизни не поверю, что за вами девушки толпами не ходят и что вы не женаты. Я просто уже отошел от разовых встреч. Хватит как-то... Я уже какой-то, наверное, идеал для себя определил. И если я вижу, что это не то, зачем девушку обманывать? Ну вы были женаты? Я был женат, да. И ребенок есть? Ребенок? Сколько ребенку? Девять будет. Мальчик? Девочка. Смотри на взгляд. У меня взгляд надменный. Взгляд абсолютно такой наигранный причем. Вот я такой, вот я весь такой, я весь такой правильный, вот я такой, весь такой чистолюбивый, чисто вот этот... Вы участвовали в операции по освобождению заложников в Норд-Ост. Вся страна с ума сходила, от телевизора не могли отойти, как сопереживали. Вы настоящие герои. Почему вдруг кино, почему вдруг какие-то сценарии, актерство? Ну, теперь я хочу служить в своей стране по-другому, людям по-другому хочу служить. Я в армии реализовался. Хочу по-другому. Но дорвались, устали, что-то стало там не устраивать? Да, все, что я хотел реализовать, зачем мучиться. Я вот сейчас написал книгу, которая... Вы мучились? ...вдохновляет людей. Я собираюсь снимать кино, которое будет вдохновлять людей. Я учу людей, как строить свою жизнь, быть счастливым. Много стали? Есть реальные люди, которые послушались вашим советам и стали более успешны, счастливы? Да. А вы какое кино снимать-то будете? Ну, я все по поводу прибыли. Будет прибыль, не будет прибыль. А как же? А чем снимать кино, которое не нужно? А вы, скажите, продюсера будете, да? Продюсера, да. Режиссер будет обязательно голливудский. А главную роль себе дадите? Конечно. Это моя... Это как раз-таки принцип успеха. Я не жду, когда мне Спилберг заметит меня. Я... Вот мне нравится это направление. Вот в актерстве нравится, да? Я начал, мне понравилось, да? Скажите, пожалуйста... Я не жду, когда у меня мана небесная... Да, хорошо, Геннадий, скажите мне, пожалуйста, если я завтра решу спасать людей, вот у меня... У меня Манька коснется, и я себя почувствую Ларой Кров. У меня получится? Нет, правда же? Все зависит от вашего желания? Нет. Все зависит от моей физической подготовки, которая никак... От образования, да? Просто элементарно изучить орудие, с которым я буду. А почему вы считаете, что вы не имея актерского образования, режиссерского образования, сценарного... Кто сказал, что у меня нет актерского образования, у меня есть актерское образование. А когда вы его получили? Что вы закончили? Театр живого актера. А кто? Где это? Это, в общем-то, и моя студия, и сейчас... Сам себя закончили? Сам себя. Та методика, которую мы преподаем, знает во всем мире человек восемь по всему. Это в Петербурге, в Академии театральной, несколько человек. Восемь человек. В Варшаве есть один режиссер, который методику знает, и в Америке один режиссер. А назовите состоявшихся актеров, которые по этой методе, допустим, изучали... Их еще нету, в том-то и дело, что я создал эту школу по этой методике. И они со мной объединились, потому что они видят в этом будущее. Такие люди, видишь, с ними жить тяжело, они только себя видят. Вот на самом деле, вот он такой, он все, он одна звезда, больше нет. Геннадию не нравятся девушки, которые смотрят какие-то глупые телешоу. Это какие-то телешоу? Это всякий раз, когда прихожу после работы. А если я люблю индийские фильмы? Ну, это немножко другое, это все-таки старость. Это расслабление. Это успокаивает. Это ассоциация с детством. Ну, мне, кстати, кажется, что есть люди, которые философствуют об успехе, а есть те, которые его практически творят конкретными действиями. Вот наше шоу направлено на конкретные практические знакомства. Мы не рассуждаем о сексе, о любви. Мы это делаем на конкретных ситуациях, на конкретных примерах с героями, и у нас прекрасные результаты. И дети, он рад. Поженившиеся люди, родившиеся дети. Отлично. Если так, если вы помогаете людям, то в путь. Живите долго и процветайте. Спасибо. А вы нам покажите сюрприз. Да, Анастасия, я знал, что вы занимаетесь верховой ездой. Вам нравится лошадь, да? Хотел вам сейчас какуна подарить Терского. Потом подумал, ставить некуда, да? Ну, вот решил такую шляпку а-ля 19-й век подарить. Вот. И билеты на конные соревнования. Круто. Если вам это нравится, то вы, я думаю, получите удовольствие. Спасибо. Красивая шляпка. А любите шляпы? Честно, да, я тебя не любила. Мне кажется, теперь буду носить, по-моему, неплохо. Да. На пляж вполне. Очень, очень. Да не на пляж. Вы знаете, что он это... Я знаю. Сходить шляпку. Спасибо вам огромное, Геннадий. Забирайте своих друзей. Мы сейчас будем в плетничек обсуждать вас. А вы подождите, пожалуйста. Слушаю вас. Мне сказалось, что Геннадий, он очень творческий. Мне кажется, он абсолютно погружен в творчество. И мне кажется, он несколько зациклен на себе. И я не уверена, что он сможет дать Насте то, чего она хочет. Я думаю, на разных они волнах. Вообще и по жизни, и вообще о планах, о будущем. Вообще, он мне показался неким философом. Ну, понятно, у него работа. Но, тем не менее, подход к жизни у таких людей весьма кардинально другой, нежели у Насти. Ну, как наша невеста? Как она? Как наша невеста? Да, глаза в глаза. Зал закрыта еще. Она никого к себе не подпустит. Она еще рычит на всех. Руку тянешь на... Актер, продюсер, писатель, тренер по личному росту. Что это за профессия для мужчины, для вояки? Для мужчины, да. Какой актер, какую он школу создал? Какой голливуд, какой голливудский режиссер? Великие наши режиссеры сидят без работы, денег не могут найти на картине. Величайшие, с именами, с потрясающими идеями. Что это? Это о чем? Он вам будет вскрывать мозг, если вы женитесь. Или нужна тихая, робкая обожательница, которая будет смотреть в рот и говорить, да, любимый, да, я подожду, я потерплю, я подожмусь. А это будет до скончания века, вот эти вот разговоры, завтра, я завтра куплю, я завтра поставлю, я сыграю, я напишу. Вот как это у меня было, примерно так. Не, ну человек ограничен просто, о чем? Я таких людей встречаю, спорить с ними я уже даже не хочу. Зачем это? Просто как на стену. Ему в ближайшее время надо быть очень осторожным. Во-первых, физически. Высокая вероятность травматизма и всяких неприятных ситуаций. Во-вторых, с деньгами. Нельзя вкладывать крупные суммы денег ни во что. Но он останется просто ни с чем. Это время надо прожить осторожно, просто заботясь о себе. Это не значит, что он должен сидеть как в норе. Но просто не нужно совершать опрометчивых действий. Ну почему же добило? Разве планировать свою жизнь? Разве понимать, что сейчас ты должен быть осторожен? Разве это плохо? Нет, можно жить на позитиве и... Да, все так говорят. На районе, на позитиве. Вот если я сейчас в это поверю, то, конечно, это произойдет. Вот, но я скажу, что все это ерунда. Я выбираю свой путь. Я предлагаю Анастасии встретиться с третьим женихом. Анастасия, ты очаровательная. Хочу подарить тебе этот букет. И считаю, что наше знакомство будет таким же сладким, как этот букет. Спасибо. Меня зовут Александр. Очень приятно, Александр. Меня зовут Настя. Привет. Спасибо. Ну, парень прям настроен, молодец. Романтик. Такой прям весомая заявка на победу. Здравствуйте, Александр. С кем вы? Здравствуйте, Лариса. Я с моими друзьями Галина и Игорь. Очень приятно. Ну, чтобы узнать вас лучше, давайте посмотрим на экран. Александр, 25 лет. Ведущий специалист по продаже автомашин. Увлекается астрономией и читает книги по психологии. Мечтает открыть семейный бизнес. Предупреждает, что не потерпит рядом с собой капризную особу с завышенной самооценкой. Будучи солдатом, он встретил свою первую любовь. И несмотря на большую разницу в возрасте, они стали жить вместе. Но бытовая жизнь разрушила их отношения. Надеется, что Анастасия поможет осуществить его мечту. Молодец! Все солдаты Родины защищали, а вы любовь крутили в это время. Ну да, одно другое не мешает. А солдаты всегда думают только о женщинах. А как вы познакомились-то с ней? В самих знакомствах по телефону. Мне осталось полгода служить. И думаю, надо уже почву себе готовить к будущему. Поэтому надо знакомиться с девушкой, чтобы прийти и... Сразу в теплую постель, в разогретую. Можно так, в любовь. А она уже была старше вас, и ребенок у нее был большенький. Да, на самом деле. А оплачивают кто эти телефонные разговоры? На самом деле у меня деньги на телефоне были. Но так как мы разговаривали с ней по телефону ночами, буквально пролет, потому что зажглись этим разговором. Ну, понравились мы очень сильно. Голосами? Голосами, да. Я уже влюбился в нее. Как бы устроили планы на будущее. Она, конечно, оплачивала. Ну, я смотрю на следующий день, у меня счет больше стал. СМС, скажи, пришла. Я говорю, что зачем? Я же мужчина, я могу и друзей попросить. Вас радовала такая разница большая в возрасте? Сколько было? 12 лет? 9. 9. Или огорчало? Или вообще не обращали внимания? Дело в том, что я уже об этом позже узнал. Потому что уже успел влюбиться. А потом, когда узнал, что она старше меня, ну, куда раз поддеваться? Вы закончили свою службу и такой бравый солдатик в форме. Она приезжала ко мне в гости в армию на мой день рождения. Она сделала мне сюрприз и приехала ко мне в гости. Я взял увольнение. Прижила мне... Не разочаровались? Нет. Вкусняшек всяких приезжали? Да, вкусняшек. Ой, как замуж девка хотела. Девка баба уже. И вот вы вернулись со службы. Да, я вернулся со службы. И, значит, она сначала настояла на том, чтобы я приехал к ней. Ну, пошел, скажем так, давайте попробуем все. Давай попробуем все. Приехал к ней. С дочей познакомились? С дочей познакомился. Да, здесь еще такая ситуация была, то, что сначала у нее было свое жилье, и она ко моему приезду сделала ремонт у себя. Значит, ковры поменяла, все, обои переклеила. И в один прекрасный момент, ну, она говорила, что приезжай ко мне, у меня как бы там дом свой есть. Хорошо будет, попробуем давай хотя бы. Ну, конечно, мое мужское самолюбие немножко это задевало, но попытка не пытка, можно попробовать. И, значит, в один прекрасный момент у нее дом сгорел. У нее был дедушка, ветеран, видимо, заснул сигаретой. Ну, в общем, дом сгорел. Да, дом сгорел полностью. Она, слава богу, была в это время у подруги своей. В принципе, ну, а нормальный такой какой-то непонятный. Левый какой-то он очень такой. Да, нормальный. Левый, мутный такой. А и вы ее с ребенком забираете с собой, к родителям? Забираю с собой, нет, не к родителям, я снял в городе жилье. Хорошо жили? Да, очень хорошо жили. Была любовь. Она очень вкусно готовила. Понимаете, купила меня этим. Так это прекрасно, чудесный навык, нужен всю жизнь. Кого не купишь? С дочкой нашли общий язык? Нашел. Ну, здесь я рассудительно принял решение, значит. Папа, я ей быть не могу, потому что возраст мой неавторитетный. Папа, там разница небольшая была. Поэтому я стал ей другом. Пытался стать, стал ей другом. Ходил в школу на собрание. Все сидят, родители такие, им 40 лет, а мне 21. И я сижу такой у папы. Как старший брат. Да. Папа, ну все папа. Так, а сейчас Настин папа там все. Меня папой называли там в школе. А девочка? Ну, девочка у меня. Саша, Саша называла. Как дела там, привет. Ну, здорово все. А потом вот начались звоночки. Стала она к рюмочке прикладываться? Да. Здесь ситуация идет в том, что, так как она уже жила в своем доме, она знала этот уют, и она все время хотела свое жилье. Поэтому вот превратилось это все в придирки и упреки, что почему ты не можешь, давай купим свое жилье, почему ты не можешь заработать. Ну, потому что вы солдатиком еще вчера были, и вам всего 20 лет, там, 21. Откуда вы могли взять это жилье? Ну, я старался, пускай время хоть чуть-чуть пройдет, ну, как-то вот хотелось вдохновить ее, пускай я и молодой, но я способен на многое. Саш, вы ей объясняли, что вы не можете перепрыгнуть через свою голову? Да. Вы не можете ей завтра построить, она знала, с кем связывает жизнь, с мальчишкой. Ну, это, скорее всего, тоже любовь была, ей было интересно. И на сколько вас хватило на эту любовь? Ну, чуть больше двух лет. Расстались полюбовно, без проблем? Нет, на самом деле ругались, бытовая ссора просто превратилась в выяснение отношений. А мирились как? Она мне говорила, что ты спишь на моих подушках. Мы когда заехали, все, родители нам, мне дали все необходимое, у нее что-то свое было, осталось, там, кровать, палас, подушку, все, родители мне тоже дали это. Но ее было больше. И она мне начала, вот ты спишь на моей подушке, ты ешь из моей тарелки. Просто Маша и Медведь. Ну, не знаю, он какой-то такой, блин, ну вот непонятно, хитрющий такой, знаешь, если возможно... Нет, нет, не понравилось. Нет, если возможно проехать, Данил, на чьем-то горбу, он обязательно это сделает, он такой, знаешь, какая позиция там. Вы где живете? В Москве живу. А приехали откуда? Из Красноярского края. А что у вас есть в Москве? В Москве у меня есть прописка. Нет, ну где вы живете? Квартиру у вас? Я квартиру снимаю. А что вы в Москве забыли, скажите? В Москве что забыл? Настя. Вы хотите семейный бизнес? Какой? Да, это в сфере обслуживания, автомобильный бизнес. В смысле, автомастерскую открыть? Да, автомастерскую. А деньги накопили или копите? Это не проблема, это можно и вместе накопить. А как вы сразу здесь говорите, это не проблема. Что есть, это не проблема. Будет жена, будет и квартира, а деньги ездят, это вообще не проблема. Да, не проблема. Это не проблема. Какие вы меркантильные. Только для меня, для этого. Слушайте, ну 25 лет. 25 лет. Послушайте, Александра, поживите еще. Холостым, свободным. Копите деньги. Слушай, она его не выберет только потому, что ей нужен мужик, а он еще парень. Он еще парень, мальчик еще. Скажите, пожалуйста, Настя, как вам Александр? Мне кажется, я просто задавлю Александра. Мне кажется, он очень такой добрый, очень спокойный. А вы не давите? Ну, он создает очень приятное впечатление. Он как-то пытается словить мой взгляд. Не води. Слушайте, я посмотрела, я тут, я здесь, посмотрю на меня. Ну, только что. Стоит приятное впечатление, очень дорожелюбный, светлые глаза, открытое лицо, убрал специально волосы, он открыт передо мной, он открыл немного рубашку, сидит в открытой позе. Настя, по-моему, вы занимаетесь психологией же, да? Да. Вам это не мешает? Нет. Вам это помогает? Очень помогает. Я думаю, что это все специально было, потому что я обмолвила, что я занимаюсь психологией, поэтому вы подготовились и, может, подозревали, что все это меньше. Да нет, в государственном крае все так носят, если честно. Открывают рубашку и волосы назад. Вам помогает? Так, кстати, друзья, и у вас. Настя, вам помогает то, что вы увлекаетесь психологией? Ну, я прекратила, я просто, какие-то азы остались, я что-то помню, стала мешать, поэтому прекратила. Спасибо, а мне это совершенно не помешает посмотреть на сюрприз. Настя, вот я приготовила такой необычный сюрприз, так как я увлекаюсь астрономией, вот, сейчас мне нужно будет одеть костюмы звездочета. Знаешь, наверное, такие и раньше были звездочеты. Конечно, знаю. Поможешь? Всегда мечтала одеть. Я мечтаю его одеть, да? Ну, так одень для меня. Давай. Где купили? Я Василис на Новый год такой же хочу подарить. Анастасия, хочу попросить тебя прилечь. Спасибо. А можно в пунитарий сходить? 200 рублей билет стоит. Только чуть-чуть дальше, прямо на середину. Прямо на середину? Да, прямо на середину. Давай, 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 вот, 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 вот. Все, отлично. Так, это моя звезда счастья, мой есть подарок. Звезда счастья, чтобы ты просыпалась с ней и засыпала. А теперь... Ложись. Удобно, чтобы у тебя было. Да. Теперь, пока ты будешь засыпать, я буду рассказывать тебе о нашем созвездии Водолея, под которым мы с тобой родились. Посмотри, сегодня выдалась очень звездная ночь. А вот созвездие Водолея. А созвездие Водолея... Вон оно. Вон оно. Очень большое на небе. Состоит из 86 звезд, 10 из которых самые яркие. Самая яркая звезда Садаль Мелик, которую я тебе сейчас подарил. И теперь в твоей жизни будет счастье, с которым ты будешь просыпаться и засыпать. Помнить обо мне. Спасибо тебе большое. Спасибо. Смотри, она светится, когда ты на нее ложишься, она светится. Ой, действительно, да. Слышь. Я как раз поисканатка и стала засыпать одна. Все, теперь ты не будешь одна. Спасибо, спасибо, мой дорогой. Прекрасный сюрприз. АПЛОДИСМЕНТЫ Баба! А девочек, и вообще, и расставчик, и вообще, и ступерс, Саня! Ты вообще так вот четко все сделала, рассказала. Я прям так расслабился, прям так... А вот, тихо, тихо, допустим. Все, послушаем, да? Давай. Но он такой вот, вроде как, скромненький, но с какой-то чертовщинкой. Вот эти вот взгляды, которые он бросал на Настю, такие они очень негривые. Вот, говорит, простой парень. Вот я более простодушна, вот таких открытых и простых, чем Александр в своей жизни парня не встречала. Да, 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 я полностью согласна с вами. Простой, открытый, вот такой, как есть, бесхитростный абсолютно. Абсолютно согласен. Поэтому какая там хитринка, Господи, дурачочек. Мне кажется, он просто расположил меня именно тем, что у нас очень схожий характер. Я также открыта, я также пытаюсь обеспечить своим друзьям комфорт вместе со мной. Он мне помог действительно чувствовать себя комфортно. Понравился? Понравился. Понравился. А мне Саша напомнил, юность мою, мы же в московский, в деревню приезжали. Кстати, пацаны красивые, татар прям такой, тракторист был. И я усмотрела, думала, ну деревенский, ну о чем с ним говорить? Ну классный, ну интересный, вот это чувство осталось. Вы до такой степени разные. Вот он такой деревенский парень, ему девушка очень простая нужна. Вот может даже вот та, которая зря может, что он ее бросил. Но была бы, конечно, помоложе бы и не пила бы. Ну, не важно, где мы родились, родина есть родина. А при чем здесь деревня? При чем тут? Это не при чем совсем. У тебя сестра в Москве живет. Зачем, вот именно, зачем деревенский? Прямо такая деревня, что ли? Нужна ему такая, Василис? Нет, нужна такая же простая, как и он. Такая же открытая, нежная, искренняя, он сам нежный. И я думаю, что девушки, когда таких мужчин ищут, нам всем хочется вот этого и любви, и ласки, вот этой теплой волны в свой адрес. Должны понимать, что часто не совмещаются вместе и вот эта волна нежности и какие-то материальные успехи. Девушка хотела всего и сразу. И чтобы молодой ее взял на 10 лет моложе, и чтобы с ребенком взял, и чтобы женился сразу, и чтобы нежный был еще и чтобы зарабатывал. Ну, не бывает такого. Девушке нужно свои желания, ну, не просто умереть, но как-то правильно планировать. Хороший молодой человек, но обременившая его всем и сразу женщина, конечно, не рассчитала его собственных сил. Ну, и своих тоже. Как ты думаешь, понравился ты ей? Да, ей очень понравился. Она, я взяла ее за руку, она мне так, я ее руку... Аж почувствовал как-то. Да, я беру ее за руку, понимаете, и она меня берет за руку. Все. Кому же сегодня улыбнется судьба и кого выберет невеста, давайте вместе подождем и очень скоро узнаем об этом. Настя и Ольга, как вы считаете, есть достойный жених для вашей подруги? Я считаю, что да, мне кажется, Павел. Павел, он прекрасный жених. Спасибо. Ольга? Из всех троих женихов я бы тоже порекомендовала бы Павла. А если бы зашла она, ты бы вышел бы? Да, вышел, конечно. Показалось очень милой, приятной, такая, она живая, естественная. Павел, прекрасный парень. Я считаю, что на его долю все, что плохого должно было выпасть в его жизни, он уже это пережил. И впереди теперь сплошное счастье. Роза? Мне кажется, что с Пашей по теории вероятности гарантия успеха достаточно высокая. Преодолевайте трудности, ставьте цели, и все у вас будет хорошо. А на Пашу можно и рассчитывать, и надеяться, он боец. Паш, ты слышишь, да? Ну, я думаю, что она тебя выбрала. Ты всем понравился, короче. А звезды? Знаете, совместимость в гороскопе сложно формируется. Это такая очень многофакторная штука. Но я ни разу в жизни не встречала счастливые пары, в которые были бы два водолея сразу. А у нас сегодня целый выводок водолеев. И вы, и Геннадий с Александром. Но не просто остается Павел, но я считаю, что гороскопически вам нужен земной мужчина, который вас бы стабилизировал, который с вами бы в игры не играл. И я абсолютно уверена, что вашему козерожьему Марсу, человек из Кемерово, Павел, точно подошел бы. Ну, я думаю, вы сделали свой выбор, он правильный. Мы вас в любом случае поддержим. Проходите. Выражайте симпатию нашим будущим героям. Отправляйте СМС с их номером по телефону 4151. Анна, 27 лет, номер 2940. Актриса, катается на горных лыжах, играет в большой теннис, обожает ездить на рыбалку и готовить блюда русской кухни. Познакомится с умным и харизматичным мужчиной до 44 лет, способным по-настоящему ее полюбить. Дарья, 21 год, номер 2941. Певица, модель и актриса. Студентка юридического факультета. Играет в шахматы и обожает советский кинематограф. Ждет встречи с мудрым, галантным и заботливым мужчиной до 40 лет. Мы не знаем, выйдет Анастасия одна или с избранником. Я приглашаю всех выходить. Давайте ее поддержим. У нас есть пара Анастасии и Павел. Если вы тоже хотите обрести свое счастье, заполняйте анкеты на сайте Первого канала. Если вам понравится кто-то из участников сегодняшней программы, и вы хотите с ним познакомиться, отправляйте смс с именем героя на номер 4151. А я, Лариса Гузеева, желаю, чтобы любимый человек обязательно сказал вам. Давай, поженись. Люблю одного, живу с одним, но люблю, когда меня любят все остальные. Давай просто сходим и погуляем. В парк. В парк. На кроне мороженое в складчину, дам тебе лизнуть пару раз. Девушки, вам не надо здесь гулять. Я говорю, почему? Потому что здесь могут спуститься леопарды. Но они-то с голодухи и друг друга станут есть. А вам-то зачем, саратовской девушке? Я люблю пробовать что-то новое. Можно я пока что-нибудь... Ой, какая прелесть. ПОДПИСМЕНТЫ ПОДПИСМЕНТЫ Спасибо. Спасибо. Субтитры подогнал «Симон»